Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 30 июня. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея. 12 глава с 14 по 16 стих и с 22 по 30 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ, и говорили, не Христос ли это сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатану изгоняет сатаною, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его. И если я силую Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши через силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Итак, после исцеления Сухорукова в субботу в синагоге, фарисеи продолжают раздумывать и замышлять, как же погубить Христа. И вот уже начиная с этого момента, здесь идет пристальная слежка, что ли, или внимание за Христом, за каждым его действием, за каждым его поступком и за каждым его словом. Не случайно, вот в 15 стихе и 16 евангелист Матфей подчеркивает нам о том, что Господь, зная это, удалился оттуда, то есть из той местности. Потому что, опять же, объясняется все это тем, что время еще Христа не настало, с одной стороны, с другой стороны, еще необходимо было подготовить людей и вот эту благую весть еще нести в мире. И это же объясняется вот теми словами, что здесь говорится о том, что Он запретил им объявлять о нем. То есть, ну, уже не раз на подобного рода момент обращали внимание. Он связан с тем, что, ну, иудеи были народом весьма, есть, да, реакционным. И в целом все они ждали и жаждали вот пришествия такого царя-мессии, у которого во власти находится огромное количество силы. И вот они ждали, что сейчас, сейчас же, да, они освободятся, сделаются народом вновь свободным. И их великолепие, и сила, и могущество их царства вновь будет такой же, как при царе Соломоне. И, естественно, вот узнав народ, узнавая о тех чудесах и событиях, которые совершает Господь, они бы захотели, может быть, вот такой, скажем так, революции и какого-то народного восстания. Но, естественно, Господь этого не хотел. Он приходит ради, не ради этого, но совершенно преследует другие цели. Собственно, поэтому, что называется, сохраняя и народ вот автоподобного рода восстаний, можно предположить, Господь говорит им, чтобы они не рассказывали об этих чудесах, потому что еще не пришло время, потому что еще люди попросту не готовы принять его таким, какой он есть. Ну, хотя, опять же, забегая вперед, скажем, что, в принципе-то, они его и в дальнейшем не поняли. Но, так или иначе, сейчас это было еще невозможно. Дальше идет речь о том, что ко Христу приводят бесноватого, слепого и немого. Вот тоже небольшой стрижочек для себя отметим о том, что вот бесноватый был немой и слепой. То есть бес, он поразил чувства человеческие, и поэтому вот этот бедный человек не мог ни говорить, и не мог ничего видеть. То есть беснование есть некая форма и степень крайнего проявления бесовской силы в человеке, в человечестве вообще, тогда, когда уже и сама воля человеческая не способна противиться греху и злобе. И в целом, если мы с вами Евангелие откроем, пытаемся его читать, то увидим, что бесноватых было достаточно много. Прямо они кишили вот там в Палестине, и вот очень часто Господь и ученики сталкивались с подобного рода случаями. Господь, естественно, исцеляет этого человека, он стал видеть и стал говорить. Многие начали дивиться и говорить, что это не Христос, ли это сын Давидов. То есть не Мессия ли это тот, которого мы с вами ожидаем, потому что такой силы нам предоставить и явить никто не может. Но вот здесь фарисеи, услышав это, пытаются хитростью как-то очернить Христа. То есть что они говорят? Они говорят о том, что он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзевула князя Бесовского. То есть он сам, буквально можно перевести эти слова так, что он сам находится в союзе с дьяволом, и вот та сила, которую он имеет, это сила не Божия, это сила дьявольская, сила сатанинская. Ну и можно продолжить все эти рассуждения, потому что он нарушает закон, он не хочет подчиняться никому, он неизвестно откуда вообще взялся, нигде он не учился и вот имеет такие таланты и способности. Как их объяснить? Они, ну вот тем путем, который им предлагает Господь, они не хотели, поэтому вот говорят так. Он изгоняет бесов силой Вильзевула. На что Господь отвечает им тремя доводами или аргументами? Первый момент заключается вот в чем. Он говорит о том, что если я изгоняю бесов силой Вильзевула, то, скажите мне, да, если царство разделится само в себе, то опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой, говорит Господь, как же устоит его царство. Ну, понятно, да, пример, что если царство разделяется, то оно попросту скоро совершенно рассыпется и развалится. То есть, если он изгоняет бесов с помощью князя Бесовского, то это значит, что в бесовском царстве произошел раскол, и это означает, что, ну, больше его фактически скоро, совсем скоро существовать не будет. То есть, это невозможно. Второй аргумент, ну, мы его сейчас опустим, вернемся к третьему сразу же, и после рассмотрим второй. Далее Господь говорит, что или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. То есть, здесь какая мысль и логика? Она заключается в том, что сам факт того, что Господь говорит, что я вторгся на территорию дьявола, и совершая подобного рода действия, доказывает то, что сильный-то уже связан и обессилен, и у него нет уже никакой власти. То есть, если я вот так вот изгоняю бесов, то не значит ли это то, что самый главный уже давно связан, и у него нет никаких способностей и возможностей. Ну, и третий аргумент, то есть, вот второй, Господь говорит следующее, он говорит, что если я изгоняю силы в Ельзеула бесов, то сыновья ваши, чьей силу изгоняет, поэтому-то, посему они будут вам и судьями. Вот интересный момент, то есть, сыновья ваши, какой силы изгоняет бесов? Существует древнее предание, но оно фактически исторически заверено для нас Иосифом Флавием, который сам был свидетелем того, как при нем совершалось вот это изгнание бесовское. Древнее предание заключено в том, что Соломон обладал такой великой мудростью, что смог, ну, скажем так, сочинить некие формулы и заклинания, используя которые можно было бы силой бесовскую изгонять из человека. И вот эти заклинания дошли от Соломона и передавались вот так некоторым мудрецам, и вплоть до жизни Христа, а мы с вами видим это, вот подобного рода действия могли происходить. То есть, иудеи это прекрасно знали, и они знали об этом предании, естественно. Таким образом, Господь приводит им такой аргумент, да, говорит, если я изгоняю силы бесовских, то сыновья же ваши, чьи силы изгоняют. То есть, опять же, они ставятся в тупик, и для них здесь уже не может быть никакого разговора. И 30 стих, вот на него мы не можем не обратить внимания, Господь говорит, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. То есть, вот в выбранном пути христианской жизни нет какого-то нейтралитета. То есть, мы постоянно стоим перед выбором, либо идти за Христом, либо напротив. Это означает, что мы противимся Ему и выбираем некую другой путь. И вот еще, 28 стих. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Итак, достигло до вас Царство Божие. То есть, Царство Божие заключается в том, и достижение Царства Божия заключается в том, что страдания проходят. Вот где Царство Божие. Царство Божие там, где человек освобождается от страданий, освобождается от болезней, освобождается от всего прочего, что в нашей жизни есть. Идите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас, говорит Господь. Вот о чем мы должны помнить. Вот где Царство Божие. И вот где мы должны его искать. Там, где Господь нас избавит от всех страданий. Ну и еще и еще раз будем помнить, что нет крайних путей. Есть один выбор. Либо быть со Христом, либо напротив, отвернуться от Него и идти в противоположную сторону. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день читали мы с вами. Мы читали Евангелие от Матфея, 12 главу, с 14 по 16 стих и со стиха 22 по стих 30. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.